Одна из самых ярких, противоречивых фигур русской истории, истории русской церкви, конца 15-го, начала 16-го столетия, это игумен Володского монастыря Иосиф. Иосиф Володский, под этим именем он вошел в нашу историю. Это был действительно выдающийся человек. Когда мы говорим о нем, мы вспоминаем, прежде всего, жестокие споры, которые кипели тогда в русской церкви, но об этом чуть позже. А пока я скажу о его биографии, откуда он появился и как он стал этой крупной фигурой. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19-го века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Дело в том, что, ну, начало его жизни неизвестно. До тех пор, пока он не стал монахом, мы практически ничего об этом не знаем. Но вот где-то в середине своего жизненного пути он решил уйти в монастырь. Обычно это связано было либо с какой-то глубокой религиозностью человека, либо с какими-то потрясениями жизненными. Но так или иначе он ушел в монастырь и ушел не куда-нибудь, а в монастырь Пафнутия Боровского. Когда Пафнутий Боровский скончался, в монастыре началась расприя. И Иосиф Володский не хотел участвовать в этой борьбе. Он считал, что это как-то ниже его достоинства, и он ушел из монастыря. И он пошел странствовать, чтобы посмотреть, а как в других русских монастырях люди живут. Может быть, есть где-то высокое житие? Вот была его мечта – высокое житие. А что означало высокое житие? Оно означало строгое соблюдение монашеских обетов. Ведь монах, когда он становится монахом, он дает три обета – нестяжание, послушание и целомудрие. И вот, казалось бы, простые вещи, но строгое соблюдение, так как требует этого монашеская традиция, могло быть далеко не в каждом монастыре. И вот в поисках этого высокого жития Иосиф Володский обошел много монастырей. И только в одном из них он нашел это высокое житие. Это был монастырь Кирилла Белозерского. Он сказал, вот здесь живут настоящие последователи Пафнутия Боровского, Сергия Радонежского. Здесь высокое житие. Но мой долг – основать свой собственный монастырь. Я снимаю перед ними головной убор, так сказать, кланяюсь им. Они молодцы, эти монахи кирилловские. Но я хочу иметь свое дело. Вот это вот желание иметь свое дело, свой монастырь. Оно привело, в конце концов, Иосифа Володского в Волоколамск. Володский удел. Володский удел принадлежал князю Борису Васильевичу, родному брату Ивана Третьего. И вот в этом Володском уделе он хотел иметь монастырь. Он хотел, чтобы у него здесь был свой собственный монастырь, который занимался, так сказать, отстаиванием его духовных интересов. И он дал Иосифу землю, сказал, вот тебе земля, вот посмотри, строят ли тебя здесь. Недалеко было озеро, место было очень хорошее. И этот удельный князь очень большим уважением относился к Иосифу Володскому. Он поселился на этой земле, Иосиф, основал там свой монастырь. Сначала было 12 иноков, потом их стало больше. И возникла крепкая обитель, которая существует до наших дней, которая является, между прочим, одним из самых красивых с художественной точки зрения русских монастырей. Это прекрасный Иосиф Володский монастырь над озером, великолепный там собор и прочее. Да, но тогда еще этого всего не было, это все предстояло создать. И вот перед Иосифом стал вопрос, а где найти обеспечение для этой обители? Она есть, но она требует есть, кушать, так сказать, потому что монахи тоже живые люди. И он начинает думать над тем, как обеспечить монастырь. Ну и здесь, конечно, на первом месте всегда традиционно для монастыря была вотчина. У всех крупных монастырей, уважающих себя монастырей, были свои вотчины, то есть земли, которые принадлежали монастырю. И с этих земель, с этих крестьян монастырь получал доходы, получал пропитание. И вот Борис Васильевич обеспечил Иосифов монастырь вотчинами. Но сразу же нашлись завистники, которые стали говорить, что не нужно этого, как вот ты можешь требовать себе каких-то пропитаний. И монах ведь должен жить, как птица небесная, чтобы Господь даст то и хорошо. И вот постепенно, втягиваясь в эту полемику, возникла знаменитая борьба между иосифлянами и нестяжателями. Иосифляне – это последователи Иосифа Володского. Нестяжатели – это последователи одного из тоже очень авторитетных в свое время подвижников, Нила Сорского, игумена реки Сорки, недалеко от Кириллова монастыря. И вот между Иосифом Володским и последователями Нила Сорского возникла полемика, которая принимала очень такой острый характер по трем принципиальным вопросам. Первый вопрос – хорошо ли, можно ли монастырям владеть подчинами? Иосиф Володский говорил – да, можно. Почему? Мы должны иметь какие-то доходы, мы должны содержать монастырь, я вот собираюсь храм построить, мне деньги нужны и так далее. Вот. А истяжатели, так называли сторонников Нила Сорского, они говорили, что нет, не надо никаких денег, не надо никаких богатых храмов, вот построй себе келью деревянную и молись, там больше ничего не надо. Второй вопрос, по которому шла полемика, это был, конечно, вопрос об отношении к еретикам. А надо сказать, что в это время на Руси процвела ересь, которую современники называли ересью жидовствующих, ну, а в нашей современной традиции ее еще иногда называют московско-новгородская ересь. Так или иначе, это была ересь с сильным примесью, с сильной иудаизма, которая, конечно, грозила русской церковью серьезными потрясениями. И вот Иосиф Володский со всем, так сказать, пылом, со всей страстью своей натуры взялся за борьбу с этой ересью. Он написал знаменитую книгу «Просветитель», которая главным образом посвящена вот этой тематике – отстаивании чистоты христианства. Положение было непростое, потому что еретики сначала появились в Новгороде, это вообще гнездо, так сказать, ереси, еще стрегольники в XIV веке там были еретики, и теперь вот появились, значит, жидовствующие еретики. Сначала в Новгороде, потом из Новгорода, когда присоединен был Новгород к Москве, потянулись новгородские еретики в Москву. И при дворе, и в Кремле, в кремлевских соборах были священники-еретики. И рассказывали, что даже в семью великокняжескую эта ересь проникла, и что даже сам Иван Третий выражал некоторое, так сказать, сочувствие еретикам. Ну, что касается Ивана Третьего, то я думаю, что здесь во многом он был, конечно, политик до мозга костей, и он использовал эту тему ереси для своих собственных интересов. А его интересы были в чем? А в том, чтобы отобрать у церкви побольше земель, в том, чтобы припугнуть церковь, чтобы она не стремилась к политической власти, держать ее под контролем. И вот этот вопрос об отношении церкви и государства как раз был очень актуальным тоже в конце 15 века. Почему? Потому что как раз в это время возникает мощное, единое московское государство. И это государство подчиняет себе церковь, стремится к тому, чтобы подчинить себе церковь. Здесь начинается полемика, пожалуй, самая острая. Дело в том, что, с одной стороны, великокняжеская власть не прочь была получить церковные земли. У церкви земель было много, тут разные называют цифры, но, во всяком случае, действительно, ведь вотчины церкви могли дать возможность сформировать много вооруженных сил для государя, для великого князя. Эта дискуссия по вопросу о отношении к власти для Иосифа Володского означала, прежде всего, подчинение государю. Он считал, что надо подчиняться, не надо спорить, нужно делать все, что требует государь, потому что государь православный, он все делает правильно, он все знает. Ну, а его противники говорили, что нет, извини, если государь в чем-то отступает от веры или отступает от заветов Иисуса Христа, Господа нашего, то мы, как церковные люди, стражи, так сказать, морали, мы должны выступить, мы должны его осудить, государя, и не надо бояться, что государь нас там бросит в подземную темницу. Пусть бросит, как Пафнутия и Боробского бросали в свое время. Вот эта вот дискуссия, конечно, с переменным успехом шла, наверное, лет 10, в самом конце 15-го, начале 16-го столетия. В конце концов, Иосиф Володский убедил Ивана Третьего в том, что нужно расправиться с еретиками и нужно дать церкви как можно больше средств для обогащения, потому что он говорил, Иосиф Володский, нам ведь не для себя нужно богатство монастырей, нищих богатство. Посмотрите, да, мы получили большие вклады, но мы же не едим здесь золотыми ложками, но мы все это тратим на строительство храма, на нищих, на больных. А, между прочим, монастыри выполняли целый ряд социальных функций Древней Руси. Монастыри ведь не просто занимались тем, что монахи сидят и молятся, но монастырь делал то, чего кроме монастыря никто в то время не делал. Ну, например, монастырь был госпиталь, больница, монастырь был судная касса, то есть денег можно было всегда занять. И государство, кстати, часто очень занимало у монастырей деньги и потом редко очень отдавало. Дальше, значит, гостиница для путников. Монастырь никому не отказывал, если человек попадал в такое положение. Ну и целый ряд социальных функций монастырь выполнял бесплатно. Конечно, монастырю тоже нужно было. Но, в конце концов, все-таки борьба приняла такой ужесточенный характер, что Иосиф Володский стал требовать беспощадной расправы с еретиками. Беспощадной расправы. Вот здесь он вошел в историю в довольно таких мрачных тонах, потому что он говорил, что еретиков надо казнить. Как казнить? А так вот, как ересь казнят, сжигать их на кострах. Ну, жестокая расправа с еретиками, конечно, вызвала много толков и много осуждений. Но, так или иначе, мы должны видеть, чем все это кончилось. А кончилось это тем, что московская ересь угасла. Раскол русской церкви, который мог бы произойти, если бы еретики действительно захватили руководство церкви, и к чему они стремились, такой раскол привел бы к религиозной войне. Мы знаем, в Средневековье религиозных войн было очень много. И, как говорится, спаси Господи от России этого. И вот Иосиф Володский, при всем, конечно, нашем отношении к тому, что еретиков сжигать не надо, но все равно он боролся за то, чтобы сохранить единство русской церкви. И мы должны понимать его позицию. В конце своей жизни Иосиф имел острый конфликт с новгородским архиепископом. Новгородский архиепископ формально был руководителем Иосифа Володского монастыря. Но фактически монастырь напрямую подчинялся уже государю, московскому великому князю Василию III. И вот новгородский архиепископ был очень недоволен тем, что Иосиф вывел свой монастырь из подчинения и перевел его в подчинение Москве. И его отлучили. Новгородский архиепископ запретил ему служение. Иосиф нажаловался московскому князю Василию III. Тот приказал отстранить от управления епархией новгородского владыку. И вот такой вот скандал внутри церкви в свое время очень остро обсуждался русским духовенством. Многие считали, что Иосиф поступает неправильно. Но в конечном счете, я думаю, что Иосиф действовал последовательно. Он как раз и пришел к выводу, что государю должны подчиняться монастыри, государю должна подчиняться церковь. Конечно, государь не должен быть еретиком, гонителем. Но для этого, чтобы убедить государя, Иосиф написал свой знаменитый просветитель. Кроме того, он писал много посланий. У него есть послания и к московским боярам, и послания к Василию Третьему. И в этих посланиях он как раз обосновывает свою позицию и по вопросу о вотчинах, и по вопросу о еретиках. Иосиф Володский умел словом пользоваться. Это был не просто, так сказать, монах, который верит в свои идеи. Но это был философ, это был богослов, это был полемист, создатель той традиции отношений между церковью и московским государством, которая впоследствии существовала в течение двух-трех веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok